Такого общего плана ответ, понимаете, мы в подобных случаях, мы все время говорим, а вот на Западе, смотрите, вот у них дороги платные, я сам, так сказать, колесил по этому Западу, как только промахнешься мимо бесплатной дороги, так немножко, да, надо откуда-то доставать эти доллары, чтобы платить. Хорошо, да, полезное дело, полезное, хочешь ты, значит, быстро доехать, спешишь, ну, поезжай по платной, так сказать. Нет тогда, но почему-то никто не говорит о другом. Сколько получает там водитель, который по платным дорогам ездит, и сколько у нас. Ведь если он ездит из Владивостока и по 3 рубля за километр будет платить, то он за одну поездку будет потом год расплачиваться, в общем, всю жизнь свою будет. Значит, что-то здесь не так. Люди же не просто так восстали, ну, не восстали, а вот забунтовали и возмещаются. Значит, это бьет сильно их, это уже нужда где-то на горизонте появилась. Не все здесь, слава Богу. И думаю, что не то, что взаимные какие-то уступки должны быть у дальнобойщиков и у чиновников. Мне кажется, здесь большая часть вины все-таки на чиновниках. Не отработана эта система. Раз мгновенно тысячи людей поставили под удар. А, так сказать, принцип этих платных дорог, он существует во всем мире, надо его вводить у нас. Но, знаете, мы все, что на Западе сделаем, так сказать, платно, как у них, и все это хорошо. Но клады и зарплата людей останется, как у нас, то это вот несоответствие, так сказать, оно будет пагубным. Потому что, так сказать, у тебя на налоги будет уходить тысяча, а зарабатывать ты будешь только 100 рублей. Тут никак не выкрутимся. Надо непродуманно, мне кажется, просто до конца. Тут никак не выкрутимся.